МОНИКА ГИБСОН Хотя в июне он оставался неизменным, а уровень базовой инфляции достиг 5-месячного максимума. Индекс цен производителей понижается на протяжении последних трех месяцев. И, конечно же, падение цен на энергоносители стало причиной снижения этого индекса. Важнейшие данные индекса экономических настроений Z и W в Германии за сентябрь выйдут в 9 утра. В августе был зафиксирован 9-месячный минимум для этого индекса. Он понижается уже пятый месяц подряд. Далее в 12.30 будут опубликованы ожидаемые предварительные данные об объемах розничных продаж США за август. В июне объемы продаж оставались неизменными, а в июле они восстановились, и был зафиксирован рост практически во всех сферах. Далее в 13.15 выйдут данные об объемах промышленного производства США за август. В июле объемы производства превысили ожидания на фоне увеличения объемов производства автомобилей. В 2 часа дня выйдут данные об объемах коммерческих товарных запасов США за июль. В июне объемы запасов превысили ожидания. Был зафиксирован максимальный прирост за последние два года. И последними в 6 утра в среду выйдут данные о заказах в машиностроении Японии за август. В июле количество заказов сокращалось, так как уменьшилось количество внутренних и экспортных заказов. На этом очередной выпуск экономического календаря подошел к концу. В следующем выпуске смотрите обзор самых важных событий и публикаций среды. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!